Ну вот и здесь вот в этих вопросах у нас такой курс он специфический, потому что вот когда мы читаем для конфликтологов, ну там мы читаем как разрешать коллективные трудовые споры и все. А здесь у нас задача другая увидеть в этих спорах какую-то политическую составляющую. Так у нас и называется политические составляющие социально-трудовых конфликтов. Поэтому начали не со споров, а с конфликтов. И не с маленьких, а с самых больших. А самые большие какие? Это война и революция. Уже больше нету. Причем мы еще вроде как про политику не знаем, но вот я беру самое начало, чтобы мы снова опять подошли к тому, на чем остановились. Вот война это вооруженная борьба классов, наций или государств. Поэтому если это вооруженная борьба классов, наций или государств, бывает обычные войны государств. Гражданские войны из-за классов и национальные, в том числе национально-восвободительные или захватнические и национальные войны, когда захватывают, аниксируют, что-нибудь. Дальше революция тоже. Это колоссальный конфликт, который состоит в том, что в совершении переворота во всем базисе, если мы возьмем революцию в широком смысле слова, и не только в настройке, но и в экономическом базисе, полностью меняется формация, меняется класс, который стоит у власти, причем на противоположный. Вот буржуазная революция в чем состояла? Был класс феодалов, он ушел вниз, наверх стал класс буржуазный. Переворот. Но не всякий переворот революции, только такой, при котором на место одного класса приходит другой противоположный. Ну а если какие-то группы одного и того же класса, он там меняется все время в Египте, то одни, то другие. И перевороты постоянно там были, правильно? Скажем, был НАСАР, там группы офицеров. Но они все представляли разные там группы или слои буржуазии. Ну а нам это нужно все применить к социально-трудовым конфликтам. И вот как это сделать? То есть мы сейчас вот добирались на прошлых занятиях, работали над определением, что такое вообще конфликт. Помните, что такое конфликт? Можете сформулировать? Вот если мы с вами будем сейчас спорить, если я буду одно и другое говорить, это будет что? Это будет спор. Правильно? Можно поспорить и разойтись. Можно поспорить и остаться при своем мнении. А можно поспорить до такой степени, что человек настаивает на своем, и не останавливается. И тогда это вот противоречие в словах превращается в противоречие в действиях. И тогда уже сила аргументов начинает заменяться аргументами силы. То есть тогда, ах вы не соглашаетесь? Ах вы не соглашаетесь? Вот я преподаватель, меня назначили и так далее. А вы говорите, ну хорошо, вы преподаватели Орехтова, напишу, чтобы таких преподавателей гнали отсюда, из нашего родного университета и так далее. И поехали. Вот это уже перерастание, перерастание в конфликт. То есть конфликт это не просто противоречие, а обострившиеся противоречия. Причем обострившиеся до такой степени, что сила аргументов начинает заменяться аргументами силы с каждой стороны. И вот теперь давайте себе представим, умея это в виду, представим себе социально-трудовые конфликты. Для того, чтобы говорить о социально-трудовых конфликтах, нам было недостаточно знать, что такое конфликт. Нам надо знать, что такое социо. Это что? Общество. Что такое общество, вы бегло знаете, можете сказать? Общество это совокупность людей. Общество это... Совокупность людей это люди, взятые россыпью. Это население, это граждане, это люди. Вечера это не общество. Но общество это все люди. Все люди это много людей. Ну и что? Все это же общество. Все люди это не общество. Это люди просто россыпи. но как-то экономического не это общество сначала прежде чем говорить о красном яблоке желтом яблоке зеленом яблоке надо правильно согласитесь поэтому общество скажите мне там будем говорить о какой там вот если вы берете отдельных людей можно говорить о чем граждане государства или страны это индивиды когда или мы говорим индивидуумы или просто люди или население или жителей но ведь это много тут всяких вариантов а если общество то что тут не хватает что-то вы забыли нет как в обществе мы не знаем что такое общество вырутия правилах нахождения больше так так и что-то надо вот что-то тут не хватает людей живущие контактирующие по определенным правилам контактирующие а если без правил контактирующие не люди они это не общество или правила не написали что него не не общество но вот вы почти уже подошли контактирующих между собой то есть находящихся в определенных отношениях так значит это люди вместе с их отношениями тогда общество если вы взяли людей без отношений вы абстрагировались от отношений вот нас с вами что сейчас связывает это общественные же отношения правильно то есть как бы тут даже нас никто не спрашивал то есть нравится не нравится то скрыть будете преподавать вам сказать будете учиться и все и вот так сказать могут если мы с вами встретились на невском проспекте и я вдруг подошел бы он сказал я вот профессор буду вас учить вот так посмотрели вы на меня и наоборот правильно вдруг я иду а вы подходите я хочу вас учиться тоже как-то странно но вот короче говоря короче говоря вот то есть для того чтобы это было общество надо взять людей вместе с их отношениями друг к другу вот когда мы берем а уже к отношения можем брать разные правда такие такие экономические политические идеологические какие угодно отношения дружбы товариства антагонизма вражды это все отношения верно вот вообще надо сказать что вот такое одностороннее понимание человека вот когда их берут русове как драже а но не в общественных науках не работает вот например я захотел вас изучить хотя я расскажу что нужно сделать нет с точки зрения чтобы вас изучить всесторонние они однобока значит во первых я должен вас изучить саму по себе раз саму по себе вот вы 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 во вторых как на вас влияет другие люди согласны это для понимания вас то есть допустим вот на вас эти могут повлиять другие не могут или повлияли ваша класса хоть колоссальные взаимоотношения с разными людьми и все что влияние этих людей воздействие других людей на вас надо принять во внимание когда вас изучать правильно так они надо принять Standing внимание как вы влияете на других людей тоже на а вот значит надо взять вас саму по себе влияние всех остальных людей на вас и влияние вас на остальных людей. Вот тогда я изучаю вас не так узко, а всесторонние. Вот тогда можно сказать, что это в целом изучил. И тем более человек себя проявляет в действиях, в поступках, по отношению к другим в обществе. Он же в обществе находится. По отношению к другим людям, а я вас взял как биологическое существо. То есть то, что в вас человеческое, я это все обрезал и оставил, так сказать, вот чистую, так сказать, вот есть и все, в Пасхе фотографии. Этого мало. Так, ну вот, собственно, это общество. Но мы хотим, чтобы у нас было точное и определенное, и твердое понимание того, что такое социальный трудовиконфликт. Значит, общество мы знаем, что такое. Труд, знаете, что такое? Я это спрашиваю, потому что мы не можем пойти вперед, если у нас какие-то пустые поля, мы их перескочили и там что-то дальше рассуждаем. Труд. Труд – это, скажем так, вознаграждаемое деятельность человека. А если вы трудитесь, и они вознаграждают, это не труд, да? Нет, есть же нет. В человеческом обществе, что точно никто не вознаграждает. Это уже виды труда. Вы сначала раз, еще раз, скажите, что такое яблоко, а что такое красное, и белое, и зеленое, я и сам знаю. И потом я уже применю эти… Останавливайтесь на варианте деятельности человека. Какая деятельность? Ну, деятельность человека. То есть я подошел сзади с топором, и вас по голове, и это как раз труд. Действительно, трудно, очень тяжело поднимать топор. Я уже ослабел. Осознанная деятельность человека. А это осознанная. Что думаете, неосознанная у них в этих? Это называется умысел вообще в праве. Вот, скажем, есть в уголовном кодексе, вот, скажем, убийство по неосторожности и убийство умышленное. По неосторожности вот кто-то взял и выкинул утюг. А в это время там человек проходил, попал был, и он умер. Это по неосторожности. Это ему дадут 8 лет. А если он подошел сзади и в тюгом раз, тогда ему дадут не 8, а 15-20 лет. То есть и в каждой статье в уголовном кодексе есть по неосторожности или умышленное, умысел. Это трудно доказать. Как вот доказать, что умысел у вас же в голове, как доказать, что у вас был умысел? Вот по каким-то там кофе нам понятиям это юристы очень сложно доказывать. Как доказать, что умышленное? И поэтому из того, что это сознательное, сознательное. Происходит развитие человека. Да, и поэтому происходят банды целые, которые у них внутренне связаны. Получается, в процессе, когда он взял один объект, в результате получился другой материальный труд. Ну, в общем, это то, что производит. Человек производит. Понимаете, слово «производство» еще сложнее, чем труд. А такое определение сложного, простого через сложное и неправильное. Согласитесь, что надо идти от простого к сложному, а не от сложного к простому. Что такое производство, мы сейчас остановимся, а вот труд. Ну, вот поэтому. Но я вам задаю эти вопросы для того, чтобы проверить, что вы не знаете, и чтобы восполнить то, что вы не знаете. И, соответственно, чтобы вы, когда я буду это вам говорить, поскольку вопрос поставлен перед вами, то вы это не просто воспримете, но запомните, потому что если вы просто, я вас спросил, спросил и спросил. Но вы же думаете на эту тему, что такое труд? Если в этот момент я вам формулирую, я думаю, что у вас останется в памяти труд. Это, во-первых, целесообразная деятельность. Но этого недостаточно, потому что под целесообразным попадет тот пример, который я приводил, по созданию материальных благ. Не всякая деятельность. Ну, или этот называется труд в политико-экономическом смысле. Потому что, скажем, деятельность, которой я занимаюсь, она в этом смысле, под понятие труда в политико-экономическом смысле не подпадает. Почему? Потому что это, когда предметом деятельности человека является другой человек, то вот эта деятельность называется услугой. Эта услуга может быть, так сказать, и у официантки. Услуга может быть у парикмахера. Парикмахер что делает? Он у вас голову обрабатывает снаружи. Может быть, у преподавателя. Он должен как бы изнутри думать о том, что изменить в вашей голове. Но это вот мой труд, моя деятельность направлена непосредственно на кого? На человека. Вот на вас. Или вы сами, так сказать, если вы себя совершенствуете, развиваете, вы сами на себя и направляете эту деятельность. Самообразование, правильно ли? Самообразование, что же есть? Не только вот. Мы же не говорим, что вас учат только. Мы говорим, я учусь в университете. Что значит учусь? Учу себя. Вот это в конце это себя. Вы же учитесь, а мы как бы вам помогаем. Вот вы сюда пришли за помощью, мы эту помощь оказываем. А вообще вы сами занимаетесь. Так, значит, целесообразная деятельность по созданию материальных благ. Еще есть деятельность по изменению форм общественного сознания. Программисты занимаются. Она идею из одной формы переливает в другую. И перегоняет по информационным сетям. Всякого рода. То есть здесь нет огурца. И когда выйдет на той стороне, там тоже нет огурца. Но разговоры про огурец могут быть очень широкие, многообразные. И просоленные, и просвежие. И какие блюда из них. Но от этого не прибавляется огурцов. Но информация идет. Надо понимать, что, скажем, 3.16.28.43 – это информация получили. Или там жена говорит мужу, ты, я к соседке уйду на 15 минут, а вы через каждые 2 часа, ты через каждые 2 часа помешиваешь суп. Она пошла на 15 минут. А информацию она передает? Передает. Поэтому одно дело передачи информации, а другое дело передачи знаний. Это две большие разницы. Мы сейчас занимаемся с вами передачей знаний. Вы пытаетесь эти знания получить, я пытаюсь эти знания передать. А такую задачу, понятно, что передача знаний – это всегда передача информации, в том числе. Но не всякая передача информации является передачей знаний. Всякую галиматию можно передавать. И люди даже ее воспринимают. Еще и усваивают. Еще этот вред из этого происходит от такого усвоения. Вот. А вы вот страдали. Вот есть коллега. Тут боялись, что братьев по разуму не будет. А братьев по разуму, именно братья как раз пришли. Вот это труд. А труд совершается на производстве. Но я хочу вам еще и дать другое определение, красивое, которое Марк вставал. Труд – это обмен веществ между человеком и природой, в ходе которого человек приспособляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей. Вы что такое природа, представляете? Вот стена – это природа? Природа – это окружающиеся. Нет, ну это природа, стена. Вы это вообще говорите. Я про стенку спрашиваю. Вот это, с правой стороны природа. Ну, смотри, сколько стены. Это не естественная природа. А я не с вашей естественной природы. Я спрашиваю, природа или нет. Вы мне можете ответить на вопрос? Я прошу прощения за такую резкую постановку вопроса. Природа находится в окружающей среде, это нужно отсчитать природу. Хотя это, конечно, не природа, это материальная, ну как, не то что ценность, это результат труда людей. Ну, результат труда, это преобразованная природа, значит, преобразованная природа все равно природа. Она же, ну она же, это не живое же существо, это природа преобразованная. И не человек, но это не человек, стена – это не вы, не я. Значит, это природа. Это как вот научно сказать, о человечной природе. Вы на чем сидите? На человечной природе. Сидите на природе. Вокруг природа, потолок – природа. Свет – природа. Красота, мы с вами на природе сидим, занимаемся. Вот это, так сказать, такое определение очень хорошее, красивое. Оно ничем не противоречит тому, что я сказал, что это целесообразная деятельность по созданию материальных благ. А есть определение производства, которое отличается от определения труда большим содержанием. Потому что производство совершается и тогда, когда труд не применяется. Крупный пример можете привести, когда производство идет, а труд не совершается. Автоматизированное производство. Например, автоматизированное производство. Вот я бы уже, так сказать, автомат зарядили, наладили, и вот оно идет, идет, идет. А все ждут, когда закончится этот процесс и получат результат. Или в сельском хозяйстве. Сейчас какой у нас месяц? Октябрь. Сейчас сеют терновые культуры? Я сомневаюсь в этом. В чем это вы сомневаетесь? Я не семья в сельском хозяйстве, но я так подозреваю, что сеют весной или нет. А что это вы так вот подозреваетесь в сельском хозяйстве? Я знаю, что... Вы за хорошее сельское хозяйство богатое или за бедное? За богатое сельское. Но если за богатое, если осенью посеете, не будет ли больше урожай? Ну, раз вы это спрашиваете, наверное, будет. Вот раз я это спрашиваю, то будет точно. Почему? Не потому, что я спрашиваю, а потому, что если вы посеяли зерно осенью, то у вас оно взойдет. Вот примерно вот такой высоты будет. Зеленый ковер, изумрудный. Это редко можно увидеть, потому что кто в это время ездит там по полям? Мне однажды пришлось ехать на конференцию в Мордовии, из Нижнего Новгорода. Вот я там проезжал мимо имзурудных полей, такой красоты я больше не видал. Изумительный. Стоит в тазиме вот такой высоты, такая зелень. А потом будет с ней мороз. А что будет с ними? Они растут или нет? Они, наверное, растут. Почему, наверное, они растут? Я просто... А те, которые вы собирались весной посеять, их еще и... Я про картошку, наверное, вам... Ну, про картошку, да. Картошку, да. И вот... Ну, а хлеб всему, голова, а не картошка. Я понимаю. И вот, значит, потом наступит весна, будет распутиться, все это будет грязь там. И никакая техника не поедет на поля еще, чтобы посеять. А это зимой-то они... Они укрепились за зиму, они получили закалку, потому что они были снегом укрыты. Если не будет малоснежья, вот эти малоснежья, тогда они могут пропасть, тогда их весной подсевают уже яровыми. Яровые. Знаете, яровая есть там депутат. Надо знать, что такое яровая. А зимой еще нет депутата, а только яровая. И вот, и тут вот, когда подсохнет уже, когда вот эти уже будут вот такие, зимые культуры, вот такие. Тут выезжают на посев люди, которые вот примерно так, как вы, собираются весной только сеять. Ну, поэтому урожайность, конечно, вот к тому моменту, когда начинают все убирать, убирать можно примерно в одно время, но в одних урожаях намного больше у зимых, чем у зимых. Если вы хотите больше урожая, то надо осенью. Ну, вообще, если вы просто подумаете, это же все-таки природные культуры. Хоть они и очеловеченные, но вообще-то как вы думаете, семена высыпаются в землю весной или осенью? Ну, семена-то все, ну, с дубов жёлые сыпятся, что, весной? Осенью или нет? Ну, осенью. Все семена высыпаются осенью. Ну, и механизм, вот наличие мороза, это такой механизм, который, если вы эти культуры хотите выращивать, как о зиме, их специально охлаждают, чтобы потом они хорошо всходили. Потому что у них это вот такое, как бы, включает этот механизм, что они как бы прошли через зиму. А иначе они, а что это вдруг они весной всходят? Нельзя говорить про зерно, что оно думает? Оно думает, что ещё и не было, и зимы. И не всходит, и не всходит, поэтому иногда их охлаждает. И тогда быстрее всходит. Например, грибы, шампиньоны, вот их посадят, мицелий. Причём они бесхлорофиловые растения, там деления нет и не может быть. Поэтому они похожи на нас, у них шляпа есть, голова есть, и нога только одна. И а мясо у них наиболее близко к обычному мясу по составу. Вот. Но и вот для того, чтобы пошли грибы, и потом вдруг в один прекрасный момент охлаждает. И вдруг раз они как от испуга, что сейчас они пропадут, сразу детей выпускают. То есть быстро всходят все эти самые мицеллижи. То есть вот сами грибы представляют собой вот такие тонкие нити, как бы, корневые. А эти отдельные грибочки – это как бы плоды. Так, ну это мы всё с вами говорим только для одной цели, чтобы понять, что не надо путать труд и производство. Это связанные понятия, вот о производстве определяется. Вот товарищ сейчас скажет, он у нас уже многоопытный. Скажите, пожалуйста, производство что такое? Производство? Да, мы с вами это обсуждали уже. Нет. Не обсуждали? Нет, мы не обсуждали. Производство, я думаю, доведём до автоматовой трудовой деятельности. В общем, до автоматовой ручным трудом. Значит, производства, вот это вы можете записать, потому что это уже экзотика в том смысле, что это на дороге не валяется определение. Вот производство, есть процесс присвоения предметов природы. Производство, есть процесс присвоения предметов природы. Конфликты эти, которые мы будем изучать, они на производстве совершаются, правда? А если мы не знаем, что такое производство, вы неправильно поставили задачу, еще не можем решать. Процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Производство есть, процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. И вся соль, конечно, вот в этой определенной форме общества. То есть не бывает производства вообще. То есть абстракция производства бывает, можно абстрагироваться и сказать, что вот есть средства производства, есть главная производительная сила, какой-нибудь рабочий работник, есть результат производства, продукт производства, есть, скажем, разные фазы производства, если оно повторяется, это ввоз производства, обмен производства, обмен распределения потребления. Вот и все, что можно сказать про производство. Но это такая абстракция, которая никакой глубины не имеет, потому что вся глубина и все развертывание того, какое производство, связано с формой производства общественного. А производство бывает, на самом деле, всегда исторически определенное. Какие мы знаем формы производства? У нас всего их пять. Первобытный общенный коммунизм. В чем там состоит производство? В том, чтобы ловить, собирать, добывать. И какие-то начатки уже труда. Начатки труда. С помощью каменных ножей, каменных топоров, мотык и прочих палок начинают добывать себе средства пропитания. Огонь появляется, а когда появляется огонь, значит появляется труд по приготовлению. И этого мамонта сразу его не разжаришь, всего надо его на части разделить, потом распределить и так далее. Ну вот это первобытный общенный коммунизм. Почему коммунизм? Потому что коммунизм, не потому, кто какие-то картины рисует про коммунизм, а по определению, по понятию самого слова. Коммунизм означает общий, общая собственность. На средства производства, общий труд и общее распределение. И все. В этом смысле коммунизм. А первобытный он, потому что он является более отсталым строем, чем первый, следующий способ производства. Какой следует за первобытным общинным коммунизмом? Рабовладельческий. Рабовладельческий. Вот ты уже выбрал в делическом обществе, есть разделение труда, есть рабы и освобожденные от труда люди. И только освобожденные от непосильного труда люди могут создавать науки, искусство. Сейчас тоже есть освобожденные от непосредственно производительного труда люди, вот они вот здесь сидят. Посмотрите на меня. Вот так? Ну а кто-то ведь, кто-то ведь же сделал этот пиджак, да? Кто-то, если сделал ботинки, галстук. Ну я же это делал. Ну понятно, я делал. Да, а вот теперь вот посмотрите на эти стенки, раз это очеловечены. Значит, эти люди, мы их с вами не знаем. Потолок, лампы, а? Ну не как в рабовладельческом обществе. Нет, никак. Но вообще-то делали люди, которые ни науку развивали, ни искусство, да, ни образованием занимались. Вот которые, вот только что сделали ремонт нашего здания, видели? А для того, чтобы нам вот, это на нашу одежду, пыль не попадала, все было закрыто, завешено. Это улучшило условия труда этих рабочих или ухудшило, которые были на этих лесах? То, что они закрыли. Ухудшило, конечно, чтобы пыль от них не уходила, пускай она в легкие идет. И так далее. Или вы приходите, допустим, в филармонию, и кто-то ее построил. И вот те, которые построили, они что, не любят музыку? Или некогда любить музыку? Или нет времени для того, потому что слушание музыки рождает потребность слушать музыку, писал Маркс. То есть, когда человек занимается, скажем, чем-то, у него появляется потребность. Вот когда человек занимается обучением, у него появляется потребность в образовании. У вас потребность в образовании такая сильная, что вы не удовлетворились бакалавриатом, и пошли в магистратуру. У вас хотели на этой рубеже остановить? Он говорит, нет, мы пойдем дальше. Ну, уже тут прошло, уже мало. Видите, тут сидят сейчас не так много людей. А раньше, поскольку я давно преподаю в университете, там были у нас по 200, по 300 человек в потоке. Магистратура? А не было магистратуры, были специалисты. Мы специалисты. Специалисты – это как бы плохо, что я специалист. А пока лавры – это как бы лавры. Только он недоучка у него. Он не может поступать в аспирантуру, в отличие от магистра. Не может преподавать в УЗИ. И не может, если он попадет на государственную службу, иметь в подчинении больше одного человека. Поэтому вы, как бы, с этой границы переходите. Здравствуйте, Алексей Васильевич. И поэтому повышенные к вам и требования. И мы поэтому с вами изучаем дотошно то, чего мы в свое время не добрали. Так, значит, понятно. Процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Какие еще формы общества после рабовладения? Феодальное производство. Да? В чем отличие? Вот если вы были бы рабовладелицей, а я был бы ваш раб. Что вы можете со мной сделать? То все, что угодно. Все, что угодно. Ну, продать – это не все, что угодно. Но убить – продать. Вот, убить – тогда вы прямо говорите правду, матка, чего ж тут, раз уж такое дело. Так? Так. Хотя были и рабы, которые… И были такие просвещенные рабовладельцы, которые давали возможность рабам что-нибудь и творить. Эзоп, как известно, был рабом. Да? Он оказался драматургом очень способным. А вот его помнят, а его рабовладельца никто не помнит. А кто у него был хозяин? Правильно? Или Спартак. Уж точно он был рабом. Но он – это такой раб, который боролся против рабства. Ну, так сказать, вот этим он и знаменит. Отсюда и команда Спартак хорошо играет. Все ее знают. Ну, не очень хорошо. А? Не очень хорошо. Играет не очень. Ну, так вот, они как играют, так и Спартак тоже не смог в восстании, не победила. Что-то удивительно. Ну, люди взяли такое, говорит, даже Спартак не выиграл, да, что он тут выиграет. Нормальное название, как раз подходящее. Так. За крепостничеством началась борьба за свободу. Да? За свободное общество. А свободу от чего? Ну, от рабства. Нет. Рабства не было. Свободу от, как сказать, от насильственного принуждения. От принуждения, от принудительных обязанностей. Да. От какого? От внешнего. От внеэкономического принуждения. А сейчас вы тоже есть принуждение. Можете и не работать, только вам нечего будет кушать. Это разве не принуждение? То есть от принуждения не будет. Не убежали далеко. Вот. Вот людям говорят, мы вас увольняем. То есть как бы на волю отпускать. А если плохо на волю? Птичку вот отпустили на волю, она полетела. Вот вас отпускают на волю, говорят, мы вас увольняем. А они почему-то начинают плакать. Так радуются надо, что вы на воле теперь. А что значит на воле? А теперь вам надо, как птички, искать пропитание. А где эта птичка-то найдет? А вы-то где найдете пропитание? Вот птичка-то она летает. И вы прекрасно понимаете, что найти, скажем, сегодня работу не так-то просто. Ну или плохую работу можно найти, а хорошую. Так. Возвращаемся назад. Значит, свобода от крепостной зависимости. Вот свобода. Почему свобода? Раз в буржуазии такой лозунг выдвинула, она соединила весь народ. А народ – это рабочие и крестьяне. Все боролись, победили. И не стало крепостной зависимости. И появилась какая форма общества? Капиталистическое общество, правильно? Но за капиталистическим обществом идет его отрицание. Как что является? Отрицанием частной собственности. Или даже отрицание всех частнособственнических формаций. Если вначале было первобытно общиной коммунизм, то потом, скажем, три формации подряд. Это были формации частнособственнические. Это рвовладение, эдализм, капитализм. И второе отрицание. Отрицание вообще частной собственности. Возвращение к коммунисту. К коммунизму. Это называется прочное утверждение. Отрицание, отрицание. Вот одно дело вы сами по себе, просто как простое бытие. А у вас есть то, что вас пытается сбить с панталлыка. У вас есть свое отрицание. Есть? У всех есть недостатки. Или у вас нету? У меня есть. Есть. А вот вы с ними боретесь, а они с вами борются. И вот если вы с ними успешно боретесь, их отрицаете, то вы равны самому себе через отрицание своего отрицания. Вот так это выглядит на философском диалектическом языке. Вы просто равны самому себе. Это я, я, я есть я. Это ничего. Пустота. А вот я есть я, благодаря тому, что я со всем тем, что мне противоположно, боюсь внутренне и одерживаю победу. И удерживаю себя, как я, и тем самым развиваюсь. Правильно? Вот так и здесь. Получается, не простой, пустой коммунизм, который был вначале самый неразвитый и хуже, чем все следующие частно-собственничные способы производства. И появляется коммунизм, как впитавший в себя все достижения предшествующих эпох. Вот у нас есть такое понятие в философии, понятие снятия. Знаете, что означает? Вот товарищ пришел, он пьет кофе, и поэтому он знает, что такое снятие. Не знаете? Нет. Вы на философском факультете сейчас? Нет. Вы философ? Нет. Так, выходите отсюда. Я философ. А как вы думаете, вот, а где вы находитесь? Ну подумайте еще. Институт философии у нас. Институт философии. В институте философии есть разные специальности. Программа называется у нас программа, программа философская. А у нее есть разные подразделения этой программы. Там конфликтология. Так, теперь, значит, антология, социальная философия, аксиология. Это что такое? Это подразделы философии. Вы же чем занимаетесь? У нас же философский взгляд, в данном случае, на что? На конфликт. А почему философский? А вы не заметили, что у нас с самого начала было такое? Мы о противоречии говорим, да? Это и есть философский. А люди, которые этого взгляда не имеют, всякую чепуху говорят. Вот, например, спрашиваешь человека, что такое, я-то вот поскольку преподаю не только в магистратуре, но и вот философию преподаю на первом курсе конфликтологам. На третьем курсе к ним преподаю конфликты социально-трудовые и их разрешение. И вот я спрашиваю, что такое конфликт? Он говорит, это встреча двух мнений мальчиков. Вот я никогда не видел, чтобы два мнения встретить. Бывали, встречаются два человека, которых разные мнения. А вот все встретились. И почему это конфликт? Вот мы с вами встретились, у нас есть конфликт. Вот вы даже позже пришли, чем другие. А у нас с вами конфликт? Вот раньше мог бы быть конфликт. Потому что сказать, ах, вы не пришли, вы опоздали. Сейчас же такое время. Может, вы на работе. Может, вы вообще ночью работали. А я сейчас вот. Как будто я этого не знаю, что сейчас происходит. И вы должны зарабатывать, потому что никто не хочет вас больше кормить на шестом курсе. А хотите, как хотите, так и учите. Хотите учиться, как хотите, так и решайте. А тут и я, значит, вылезу, как преподаватель, скажу, ах, вы так, а вы пришли позже. Да уже вы пришли, спасибо, что пришли. И вот человек боролся и пришел, и победил. А может, была бы внутренняя борьба, но это не мог. Он, может, спать хотел. А он встал, вот, знаешь, даже кофе пьет, а он себя пытается взять в руки. А тут я еще спрашиваю какую-то ерунду. Значит, дорогие товарищи, тут мы, наверное, в институте философии все философы. Но есть философы как бы чистые, вроде меня, но я тоже не совсем чистый. У меня, скажем, вот в этом семействе речь только конфликтологию чистая. Только, у меня нет никаких других занятий, кроме как у конфликтологов. И в нагрузке у меня по просьбе кафедры это стоит. Хотя, и, скажем, в книжках, которые издаются на кафедре конфликтологии, там, и мои, там, в том числе понятие конфликтов, книги, которые под редакцией товарища Олейникова и других, вот там у меня такой вот забойный в начале раздел, который называется «Конфликт в зеркале социальной философии». Меня попросили написать, мне что-то было очень трудно написать, потому что это вроде как и кратко, а надо было все-таки как-то подробно сделать. Так что не забывайте, что вы философы. Поэтому я и предложил вам на выход. Думаю, приходит неизвестно кто на институт философии. Или вот у нас есть культурологи, они что думают, они работники искусства, что ли? Что они, музыканты, что ли? Художники, что ли, они? Кто они такие? Причем я вам докладываю, как старшим, так сказать, старшим здесь вот, среди тех, кто учится, что это поразительные люди, не знаю, чем они вообще занимаются. Приходишь, скажешь, культурологи, что такое культура? Вот вы, наверное, знаете, что такое культура, они не знают. Вот я их спрашиваю, что такое культура? Они-то смотрят на меня. На третьем курсе я преподаю культурологам. Тут мне поручили сверху, пришло изучать Маркс Энгельс немецкой идеологии. 56 часов всеместно. Страшное дело. То есть я целый день, неделю мы только Маркс Энгельс с ними изучаем. И вот я их спрашиваю, что такое культура? Они говорят, есть 500 названий. 500 определений. Я говорю, ну дайте хоть одно. Не дают. Это потому что внезапно откроется. Внезапно. Ну человек вот, он любит этого, он не философ, говорит, он культуролог. Ну хорошо, ладно, скажите, что такое культура, если не философ вы. И культура не знает, что такое. Я говорю, ну если 500, хоть одно-то можете дать? Не говори. А вы знаете, что такое культура? Нет. Вот и вы не знаете. Так вы культурный человек? Видимо, без культуры вырастет. Не знаю, может вы культурный, но не уверенный. Потому что действительно надо сдать тогда. Но я могу выдать, конечно. Заданная общественная модель поведения приемлема в этом обществе. То есть по понятиям. Строго говоря, да. Значит, вот я обычно, ну поскольку мне приходится этим заниматься, вообще философия, она изучает же всеобщее. Ну как вот все вы не знаете культуру? Культура – это накопленный опыт человечества, материальный и духовный. Не все, что сделало человечество. Человечество что только не делало. Поджигало, грабило, убивало. Грязь всякую разводило. А вот опыт человечества, который извлекается уроки из всего, да, это уже культура. И всякая борьба, она затихает в области культуры. Вот в результате мы в культуре видим отражение всего того, что было. И это накопленный опыт человечества. Материальный, если это горшки, черепки, картины, здания, сооружения, средства производства. Или духовный. Вот вы теперь знаете, что хорошо, а что плохо. А если вы знаете, то вы культурный человек. Если вы не знаете, а прямо с ногами залезли, так сказать, на стол. Вот сейчас отошла эта манера. Вот тут раньше сидят некоторые товарищи на скамейках. Обязательно они ноги поставят на то место, где сидят, а сами выше садятся. Они выше этого, да. Культура. Но та же самая картина. Пришел я преподавать философию товарищам из кафедры музеологии. Я говорю, а музей-то знаете, что такое? Тут у меня всегда есть вопрос на засыпку. Я же свои-то вопросы не задаю, спрашиваю. Музей что-то. Вы знаете, что такое музей? Были музеи когда-нибудь? Естественно. Естественно, а знаете, что такое? Может, это был не музей? А как вы уверены, да. Если вы не скажете, что такое музей, значит, вы не должны быть уверены. Вдруг вас обманули. Может, это и был не музей. Что такое музей? Это склад, если хранятся. Это склад. Чего? Хранятся археологические, различные... Ну, склад, да, вот у нас подвалы есть, там подвалы есть, полно там хранятся. Что вы говорите? Вы что, не знаете, есть подвалы там? Кладовые так и есть, кладовые, эрмитажи. И в Кремле есть кладовые, так и называют золотые кладовые. Это вы имели в виду? Это музей. А что, на поверхности это не музей? Вот там товарищ знает, а? Очевидно, музеи выставляют, собственно. Кого, людей выставляют? Что, артефакты культур? Что здесь выставляется? Ну, выстрели просто выстрелят, в окно бывает некоторые выставляют. Что выставляют? Ну, что это такое вообще? Ну, что это такое? Что это такое? Транслятор культуры. Человек выкрутился. Вот не скажите, что он ничего не сказал. Учитесь. Транслятор культуры. Ну, вот я этим товарищам... Хотите,обрый, я вам расскажу, что по музею? Интересная эта история. Музеологам рассказывают, но философия, она что-то ведь значит. Это такое учреждение, это учреждение, во-первых, музей, это не склад, это не дом, это учреждение, общественное учреждение, которое, а, собирает историко-культурное наследие, предметы историко-культурного наследия, собирает, второе, исследует, и, б, и, в, пропагандирует. Согласны? Вот хорошее, если определение сделаешь, вроде кто будет с этим распориться. Ну, вот мы, товарищи, мы идеологи, вы теперь знаете, что такое мы идеологи, мы знаем. Хорошо, идем дальше. Товарищи, историки. Вот вы знаете, что такое история? Слово для вам знакомо? Знаете, как вот говорят эти исследователи, говорят, так, молодой человек, вам это вот знакомо слово, история? А вы должны сказать, первый раз слышу. Ну, что такое история? Вот я преподавал, когда не было еще магистратуры, и не было бакалавриата у историков философии истории на пятом курсе. Вот я преподаю, а потом через полгода они уже уходят. Все. Пятый курс, последний. Теперь у них тоже четыре курса и магистратура. Вот я спрашиваю, так что такое история? Они задумывались все там, пятый курс. Причем там пришли на этот курс не все, потому что там у них был выбор. Историческая лингвистика, это слова всякие, которые в истории применяются, и в исторической науке, и вот философия истории. То есть люди уже как бы отобраны, причем сами себя отобрали, что они как-то так тут соображаются. И вот я спрашиваю, так что такое история? Молчат. Ну, хорошо. Говорю, что вы изучаете? Одна девочка. Мы изучаем то, что было. Я говорю, то есть вы изучаете то, чего нет. Логично? И вот вы приходите, потом вы закончите, через полгода приходите, вы на работу устраиваете. Я специалист. Я пять лет изучал то, чего нет. Таких специалистов поискать возьмете? Нам таких не надо, которые знают то, чего нет. То, чего нет. Я говорю, а можно я вам скажу то, что вы изучаете? Они так берут ручки и говорят, скажите, пожалуйста. Ну, мне-то нужно показывать. Вот я и вас агитирую за то, что философия, она человека возвышает. Она его вооружает. Я говорю, давайте я вам объясню. Вы изучаете современность как результат предшествующего развития человечества. Понятно. То не просто вы берете вот нынешнюю современность, вот так, как она есть, без корней. Ничего мне не поймете, если не поймете, откуда, что появилось. Правда? И какой путь проходило. Результат набрать вместе с процессом написанного Гегеля. Вместе с процессом никогда. И один результат, он вообще не результат, если он не берется вместе. Об этом я спрашиваю. Так вот родители, откуда вы приехали? А как вы заинтересовались конфликтологией? Это правильно? Если мы хотим понять человека, я вот вам расскажу, с каких сторон. Еще надо вот с этой стороны, с точки зрения его развития взять. Правда? Как вы дошли до жизни такой, что сидите в магистратуре. Это важно же или нет для понимания вас как человека? Важно. Так что это еще, мы нашли один аспект. Кроме того, что так посмотреть, так посмотреть. А еще с точки зрения развития посмотреть. Ну, говорю, такие вы всем нужны. Приходите, говорите, я вот, все другие знают только что одни вершки, а я вершки знаю с корешками. Вы кого вы возьмете? Ясно, что лучше, которые с корешками знают. Правда? Так. Ну, вот, короче говоря, значит, вы не забывайте, что вы философ. Возвращаемся к тому, чтобы мы их твердо усвоили. А раз конфликты все на производстве, ну, как мы можем говорить о какой-то политике? Потому что политика не может быть без, ну, какого-то уровня культуры, без понимания, по крайней мере, основных, без обладения основными понятиями. Мы же говорим о конфликтах на производстве. Только я не знаю, что такое производство. А так вообще я знаю, что такое конфликт. Ну, так не может быть у нас. Правда? Поэтому извините меня, что я вот не двигаюсь с места, пока мы это дело с вами не разберем. Потому что никакого смысла в таком движении, которое состоит в запоминании, нет. Ну, вот вы запомните, что я сказал. И что? Что нам нужно? Вот наука состоит в выведении понятия или просто в запоминании? Вот я хочу проверить вашу память, да? Это интересно мне? Вот я вас принимать, что там за счет, да? Что, запомнили вы или нет? Это вам нужно? Или можете ли вы прочитать в книжке? Вот я считаю, что если человек в магистратуре, он может прочитать. И проверять, что вы прочли и запомнили. Какую? Мою книжку, не мою книжку. Ну, в чем? Это означает ни себя не уважать, ни вас не уважать. То есть мы с вами бьемся над тем, чтобы эти понятия были выяснены, усвоены, стали вашими. Потому что человек что значит овладел знаниями? Что они стали не чуждыми вам, не чужими, а своими. Так, хорошо. У Гегеля есть такое высказывание. Понять значит выразить в понятиях. То есть если вы вроде как вам кажется понимаете, иногда смотришь на собаку, она смотрит на тебя такими глазами, кажется, ну все понимает. А хотя ей нужно, чтобы вы ей кусок мяса дали. Вот. Так понять значит выразить в понятиях. Если вы в понятиях выразили, вы можете передать другому человеку. То есть когда вы образованный человек, это образование можете нести дальше. А если вы как бы впитываете, но не можете потом сформулировать для других, тогда это значит, что и не усвоено понятие. То есть понятие только тогда, когда оно выражено в понятиях. Поэтому мы понятиями и занимаемся. В строгом соответствии с тем, что говорил Гегель. Понять значит выразить в понятиях. Выразили в понятиях, значит все, вы влазили. Можете ему, передать ему, ему, кому угодно. Не можете выразить в понятиях, но это значит я куда-то вам складываю, и вот, ну к вам, вас куда-то падает, и на этом все. То есть тогда вас можно посылать в разведку. Если вас поймают и будут пытать, вы не выдадите. Потому что вы и без пыток не можете, и с пытками не можете. И так было иногда. Поймали нашего одного. И так пытали его немцы. Хотели выведать марки оружия, которые у нас есть. И он ничего не выдал. Крики были истошные. А потом, когда его наши все-таки думают, надо его, делали операцию, и ночью его обратно выкрали. И он говорит, рассказывай потом. Ой, ребята, как бьют больно. Учите технику. Потому что название техники спрашивали, а он ничего не мог сказать. Самый надежный в разведке тот, кто не может выдать, потому что не знает. Ну вот, вот эту надежность мы разрушаем с вами в ходе нашего обучения. Так. Производство. Есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. С формой мы разобрались. Процесс. Все знают, что такое. Вот почему бы вам не сказали, что только что у вас был процесс питья кофе. Процесс. Не могли бы вы обобщить и сказать, что это такое? То есть я как бы даже приветствую, потому что вы продемонстрировали всем какой-то хоть процесс. Что такое процесс? Действие. Действие. Все, любое действие – это процесс? А зачем тогда слово «действие»? Ну, процесс он нужен. Можно у него свое определить? Действие в определенный период времени. Вот. Да. Это изменение во времени. Вы максимально близко подошли к этому. Я вас приветствую. Вот чуть-чуть видно человек соображает. А товарища мужеского пола там на следующем. Они не случайно на следующий ряд сели. Не дотягивает немножко. Ну, они как бы скромные люди. Может, они и знают, но просто не хотят сразу говорить. Из уважения к вам. Так, изменение во времени. Так, производство есть, процесс присвоения. Вот тут-то мы с вами поговорим. Что такое присвоение? Слышали такое слово? Очень часто это бывает. В политэкономии, в науках присвоение. Процесс присвоения предметов природы. С предметов природы мы уже с вами, считайте, разобрались. Бывает природа девственная, нетронутая человека. Мои бывает, а человечная природа. Вот мы тут сидим все в природе. Вот тут тоже природа. Паркет это же природа, деревянные полы, красота, сосна, ель. И мы тут, а это черти что. Уже с пластмассами, но все равно это человечная природа. Присвоение что такое? Кто может сказать? Изменение свойств. А? Изменение свойств. То есть, если я вот беру кисть и крашу стенку, это вот я применяю эти свойства. И при чем тут присвоение? Мне дали краску, сказали, мажь вот здесь, я здесь мажу. И что тут я присвоил? А потом сажать в тюрьму. За то, что... И вы, говорит, присвоили. Вот товарищ сказал, товарищ офицер сказал, что вы что-то присвоили здесь. Смена владельца. А? Значит, смена владельца. Может, захват другого. Но вы хотите еще владение? Еще я должен владение знать, чтобы знать, что такое присвоение? Это не слишком ли много? Не, ну, грубо говоря, это захват. Захват. То есть, если я что-то захватил, то и присвоил, да? Захват. Или заимствование. То есть, делаешь ли взаймы, что ли? Заимствование. То, что в долг взял. Ну, нет, ну, за данным, например, можно, не знаю, когда открывают какую-либо там новую теорию, они бывают присваивают инструментарий, к примеру, из другой науки. Ну, присваивают. У нас есть вся проблема в том, чтобы сказать, что такое присвоение. Присвоение что такое? Захват просто. Обязательно захватывать. Налететь. Налететь. Ошеломить. Захват связан с силой. Обязательно силой. Обязательно силой присвоение? Нет. Платье добровольное. Платье добровольное. Ну, что, предметы природы нельзя присваивать? Можно. Что, для этого надо захватывать? Я вышел в лес и собираю грибы. Что захватывает? Ну, что захватывает? Что захватывает? Представляете, выходит она с этими, наша уважаемая слушательница магистратуры из леса, а тут двое встречаются. Ну, вы что, захватывали столько грибов? Ну, присвоение грибов налицо же. Вы же присваиваете их. Ну, так надо это описать. Понять, в чем состоит. Вот они были ничьи, стали моими. Во! Были ничьи, стали моими. Были природными, а стали очеловечными. Они были вообще человечными, а вами. Что вы их во что превратили-то? Любые. Свои. Просто свойства изменились. Они стали моими. Свойства у них изменились? Что, невкусные стали или вкусные от того, что вы этой среды? Продуктом моего потребления, например. Продуктом потребления вашего будет... Они перешли мою собственность. Вот. Ну, еще надо, чтобы... А что проще? Какая категория? Собственность или присвоение? Мы же с вами договаривались объяснять сложное через простое, а не простое через собственность. Вы же не знаете, что такое... Сейчас спрошу, у вас голова тряснет. Собственность. Да, что спрошу? Подождите, мы еще до собственности дойдем. Не надо, да, запугивать нас такими. Вы уже все тут близко. Вот вы особенно близко подошли. Вот вы ближе всех подошли. То есть, только продукты вашего потребления, они в туалете. А вот все путают предметы потребления и продукты потребления. Это разные совершенно. Ну, согласитесь, что это противоположные. Может, это процесс потребления предметов или как это назвать там? Если процесс потребления, может быть. Может быть и так. Но процесс потребления может быть уже не присвоением, а усвоением. Правда? Процесс перехода. Ну, вот здесь мы близко подошли. Теперь я готов уже взять на себя ответственность и вам сказать, что это такое. Это превращение вот этого. Если я какой-то объект присваиваю, то присвоение какого-то объекта – это превращение его в свою жизнедеятельность. Все просто. Да, ну и красиво же. Ну, красиво. Я, например, вот все время удивляюсь, почему люди простые такие ясные понятия не запоминают, а какую-то галиматию у них какая-то вот такие вот. Как такое можно запомнить, то такое сложное? Простое на ум сразу не приходит. Да, это правильно. Потому что простое, оно освобождено от всего постороннего. Вы правильно сказали. На ум сразу не приходит. То есть, вот знаете, вот философия чем занимается? Она же берет всеобщее. А всеобщее получается абсоргирование от того, что здесь несущественно. Вы зря открещивались от философии. Вот такой человек. Во-первых, будет директору доложено. Сергей Иванович, тут затесался один. Он не случайно в белой рубашке. Как его узнать? В белой рубашке опаздывает и пьет кофе. Но много таких. Вот их всех сразу будет приказ директора. Всех таких, которые опаздывают в белых рубашках и пьют кофе на занятиях. Отчислить. Поскольку они заявили, что они не философы. По их собственному желанию. Так, ну ладно, это все шутки. Короче говоря, значит, что получилось в присвоении? Превращение в процесс своей жизнедеятельности. Это может выглядеть так. Вот зайду я сейчас в магазин. Скажем, семья, он работает круглосуточно. И вижу батон. Я беру батон, откусываю. И с этим батоном иду дальше. Идет процесс присвоения? Ну, допустим, какая реакция будет там, этих граждан? А когда бабушку одну чуть ли не убили, потому что она случайно положила в этом 200 грамм масла, там уже все боятся трогать вообще тех, которые откусывают. Говорит, я больной. Говорит, я умру сейчас, если не откушу. А вы меня задерживаете? Потом, какая ответственность за батон? Ну, какая ответственность? Подумайте, понимаете. Никакой же нет ответственности. Уголовное дело, сколько надо у вас украсить, чтобы меня начали сажать? Вот я сейчас начинаю из вашего кошелька выгребать. Две с половиной тысячи пока не выгребаю, нельзя уголовное дело заводить. А я на 2 тысячи рублей 99 копеечек набрал, а копейку не возьму. И все. И вы придете к милиционерам и скажете, вот у нас преподаватель прямо на занятии взял у меня кошелек, поинтересовался, какой у меня кошелек, и взял оттуда. А он говорит, сколько он взял? Ну, 2 тысячи 499 рублей. Так, девушка, у меня тут два трупа, не мешайте работать, едите отсюда. Все. Ну, потому что уголовное дело не заводится. Ну, а если человек вот не переходит эти рамки, ну, надо знать. Так что будет? Ничего и не будет, так я и пойду. Ну, не факт. Что с вами ничего не будет. Значит, не факт. Ну, меня сейчас не это интересует. Процесс присвоения идет? Идет, идет. Я превращаю в свою жизнь. Может, остановит этот процесс. Вот вы считаете, что его остановят. Я считаю, что меня не остановят. Вас остановят, меня нет. У меня галстук. Я вроде бы приличный. Тут важно еще, каким видом. Подумаешь, что я работник в магазине или проверяющий, или специально делаю, чтобы их поймать на чем-то. Да, и покупать. Да. Контрольная закупка. О! Проверяем, как вы. А, ну, молодцы, бдительные. Ладно, забирайся в арбатах. Ну, я-то кусок-то уже съел. Я его не только присвоил, но я и усвоил. То есть, я превратил его в свое тело. А это нет, я не превратил в свое тело. Потому что, чтобы присвоить можно и завод. Правда? Превратить в свою жизнедеятельность. Вон, Абрамович, смотрите. Он и клубы присвоил. У него и подводная лодка есть. И яхта, на которой есть подводная лодка. У вас есть яхта с подводной лодкой? Нету? Ну, кто, я все еще, может, в магистратуре кто есть? Корабль есть у вас? Кофе есть, корабля нет. А вот корабль бы ходил бы сейчас, мы бы с вами сидели бы на палубе. Мы бы лучше. Так, я бы вам так же все рассказывал, а мы бы смотрели на виды Санкт-Петербурга. Ну, и там, ну, кофе, наверное, вы выдали нам по чашечке такой уж. Не стали бы, если у вас корабль есть. Или уж если корабль есть, вы скажете, я на корабль потратил себе кофе вам давать. Вот это было бы. А мы все вот сидим. Академия, ведь КПЧ, это что такое, сад назывался, по которому гуляли. Вот мы можем, ведь, не обязательно сидеть. Мы с вами ничего не пишете, я тоже ничего вам не читаю. У меня тоже квалификаций хватает, чтобы не подписан вам давать. А иначе вы подумаете, что это я просто умею читать. Говорит, он его имеется глубокий, он знает буквы. Вот, так что мы можем ходить, и вот весна наступит. Но нас взяли, на осень поставили ладеи. Так, присвоение всем понятно, что такое? Присваивать можно что угодно. Присвоение. Вот дайте мне свою ручку, пожалуйста. Пожалуйста, дайте мне. Вот видите, я сейчас ее превратил в процесс своей жизнедеятельности. Хочу машу, хочу за ухо положу и так далее. Так? Вот превращение в процесс своей жизнедеятельности. Простое и ясное понятие. Присвоение. К чему относится? К чему? К чему угодно. Чтобы вы не присвоили, всегда это определение работает. Ручка, завод, деньги ваши? Лучше завод. Вещи. Все. Так. Вам больше понравился завод. Хорошо. Вот вам ручку, пишите заявление, что хотите присвоить завод. Мы рассмотрим. Так. Дальше. Вот ваучеры были средством присвоения заводов. Некоторые нашлись люди, которые быстренько скупили ваучер. У вас зарплату не стали платить на заводах, а ваучер у людей есть. И это давайте у вас, вот я вам денежку немножко дам. Дадите ваучер. У вас, у вас, у вас мешок. Ваучер взял, оккупировал Уралмашзавод. За ваучер. Было такое или не было? Было. За бумажки, за ни за что, за чепуху. Так. Присвоение. Вы хотели заводов? Вот так и делали. А для чего ваучеры выпускали? И всякую рассказывали там лапшу, вроде того, что вы получите себе волги за ваучер. На самом деле кусок колбасы можете купить, не больше килограмма. Но я, поскольку это знал, я ваучера не брал, чтобы потом не вышли. Сказали, а вот вы, Михаил Васильевич, взяли же ваучер? Нет, говорю, я-то вот как раз и не взял, чтобы не участвовать в этом мероприятии. Так. И таким образом присвоение предметов природы. Тут все понятно, да? В рамках определенной формы общества и посредством нее. Понятно. Раз посредством нее. Вот, например, когда на полях ничего не делается, и мой, с озимами, а зимы растут сами. Потому что природа – это мать, земля, мать урожая, да? А труд – отец ее. Поэтому уже этот процесс идет. А в это время решается вопрос, а сколько комбайнов нужно для уборки в июле месяце? Откуда их взять? Есть такие сейчас, в советское время даже перемещались комбайны, потому что, например, в совхозах, в совхозах это и была единая собственность, все комбайны, всех совхозах едины. А в колхозах до хрущевских времен были машинно-тракторы, не в самих колхозах, а в колхозах работала техника машинно-тракторных станций, то есть тоже государственная техника. И вот, значит, вся эта техника может быть направлена туда, где начинается уборка. Потом там убрали, куда их эту технику направляют? Более северные районы там убрали. Потом еще более северные районы. А не надо каждому колхозу иметь эти комбайны. Зачем они нужны? Они сейчас убрали, и дальше они весь год ржавеют. А тут они идут, 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 идут. Ну и надо было для уборки зерна водителей с машинами. Поэтому выделяли предприятия государственные, водителей с машинами. И таким образом это все можно сделать зимой, спокойно. Все это рассчитать, сколько надо, сколько комбайнов, сколько водителей, сколько машин, на какое время командировать. Вот общественная форма производства позволяет это сделать. Хоть при коммунизме, хоть при капитализме. Вот сейчас есть такие мобильные группы с комбайнами, которые заключают договора, с ними заключают договора на уборку. Ну как вы заключаете на уборку дома договора, вы скажете, вызываете, уберите нам там, вымойтесь, то-то, то-то. Точно так же можно заключить договор с теми людьми, которые имеют комбайны, там у них 3-4 комбайна, с комбайнерами и, соответственно, с водителями. Они при этом убирают. Потом они переезжают севернее. И сейчас вот они загружают себя, или их загружает работа, и потом пошла работа на частных основаниях. То есть убрали денежки заплатить вперед сначала, аванс потом, по итогу оплата подряд. И раньше это было еще во времена феодализма, подрядные работы. Могли бы на подряде церковь построить. Мы вам построим, вот у вас бригада, 3 человека. Вы будете ими распоряжаться, они будут кирпичи класть. А я буду заказывать. Я вам деньги сначала дам, аванс. Но много не дам, потому что вы пропьете, и никто не будет ничего строить. Поэтому я дам мне много, чтобы вам на еду хватало, а на водку не особенно. И вот началось строительство, а по итогу вот тогда получите все деньги, и все хорошо. Итак, предметы что такое? Предметов природы? Нет. Давайте все уж аккуратно. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Ну, красивое ли определение? А вы хотите сразу его как-то преобразовать, чтобы его не запомнить? Зачем? Нет, это все понятно. Ну, если все понятно. А понять, значит, выразить в понятиях. Вот давайте выразить еще раз понятие это. Я слушаю внимательно. Производство – это процесс присвоения предметов природы, а потом станет в обществе и посредством ее. Форма общества. Форма общества. И посредством нее. Ну, хорошо же? Все понятны? Все? Все? Решите? Разгрызли мы оттуда задачу? Все. Все понятно. Вот теперь мы можем говорить. Когда мы говорим, это на производстве совершается, то мы всегда выясняем, какое производство. И, соответственно, у нас ведь политические составляющие. Наверное, я думаю, это нас надо же у нас сравнить на то, что разные конфликты бывают. В зависимости от типа производства. У нас может быть сейчас восстание Петра Болотникова или нового Степана Разина, или восстание Емельки Пугачева. Типа такого. Может такое быть? А восстание Спартака может оно быть? Потому что у нас рабов нету. Крепостных нету. Не может такое быть. Потому что какая цель-то была, восстание? Что, царизм уничтожить у Степана Разина или поставить другого царя? Или у Петра Болотникова? Да, другого царя. Другого царя поставить. Конечно. Такое может быть сейчас восстание поставить другого царя? Нет. Не могу. Но история штука такая. Мы не знаем, что будет завтра. Зачем, вы говорите, мы еще так себя, как царь все равно. Он скажет, я не знаю, что будет завтра. Скромно так бы сказали. Это никого бы не удивило. Не только я. Но ведь скромный человек говорит, я не знаю. А так уж он прямо за других заявляет. Это у меня была такая ситуация. Такой был клуб за и против в зоне политпросвещения. Теперь это бизнес-центр по адресу площадь пролетарской диктатуры, дом 6. Такое сочетание очень интересное. Бизнес-центр по адресу площадь пролетарской диктатуры. И вот там один товарищ говорит, мы все воры. Я говорю, ну не надо уж так сказать, всех тут за себя скажите. Я вор. Ну раз все, значит и вы, значит вы-то точно знаете, что вы вор. Он сразу раз и усмылся. Так. Значит. И тут уже ясно, что конфликты очень отличаются. Здесь вся форма общества, правда? Вот это уже политический характер. Потому что политику мы с вами уже определили. Политику определили. Не все присутствовали, не все помнят. Вы помните, знаете, что такое политика? Товарищ вот знает вот там сзади. А вы не уверены. Можете сказать, что такое политика? Я бы, конечно, у вас спросил, как делали журналисты. А вы занимаетесь политикой? А вы можете сказать, а вы скажите, что такое политика? Тогда я скажу, занимайся или нет. Политика что такое? Это влетение государственное дело. А вот товарищ уже листает там, он сейчас нам скажет. Смотрите, он запоминать не очень запоминает. Он усваивает методом записывания в тетрадку. Да, там введение государственных дел властными структурами. Время власти. То есть надо знать, что такое государственные дела. И что такое властные структуры. Много надо знать. Политика. Это же деятельность определенная. Ну, конечно. А что только люди, которые не знают, какая определенность, они говорят, у нас есть определенные знания по определенным вопросам. То есть полная неопределенность. А это определенная деятельность. Государственная деятельность. Видите, как инструмент достижения власти. Где вы такое взяли-то хоть бы сказали? Где такое нашли? Интересно. Меня все это интересует. Откуда это берут? Вот такое впечатление, что вот есть вот наука. Ну, вот, скажем, интернет, большая помойка. Можно пойти туда и набрать там. Можно хорошее найти там. На любой помойке есть что-то, выкинули. А он еще вполне отличный, хороший. А больше всего барахла. И вот это барахло собирает и несут. Где вы взяли такое? Дети из политических партий. Так, ну, это логический круг. Чтобы знать политику, надо знать, что это политическая партия. Вы чувствуете? Ну, понятно, да. Одно через другу, через политику, через политику. Он не пойдет. Вот вы должны знать. В такой белой рубашке, как у вас. Идеологические деятели. Сразу видно, что вы же политические деятели. Вы уже... Вас хочется избрать сразу куда? Борьба. Во. Чувствуете? Борьба. Так, хорошо. Отлично. Ну, что ж... Государство. Государство. Это сам борьба. Это направлено идеологическая борьба за власть. Идеологическая. Да. А только идеологическая. А если с оружием в руках, то это уже не борьба за власть. Ладно, просто борьба за власть. Это вы хоть вооруженное восстание за политику считаете, нет? Ну, просто борьба за власть. Уже лучше. Только за власть. А власть не хотите? Только заборолись за власть, схватили власть и ничего. Дальше вы... И заходите? Понятно. О, удержание еще, да, вот. Да, вот все. О, удерживать надо еще. А еще дальше будет. только удерживать. Сидите, вот попал я на кресло, да, и держу обеими руками. Вы ко мне пришли, а у меня руки заняты, потому что я обеими руками держусь за кресло. Но бывает, что я одну руку отпускаю и за следующее более высокое кресло держусь. Если я карьерист. Правда? Да, но уже близко. Что-то тут просветит. Поскольку мы это уже на лекциях рассматривали, я вынужден это повторить. Но вы меня, наверное, простите, что я возвращаюсь, потому что мы должны пойти вперед, опираясь не на шатающиеся камни, а на такие твердые, да, основы. Политика есть классовая борьба. Классовая борьба за. Вот уже слово вы сказали борьба, это значит, что вы уже сказали, только мало еще. И все. Классовая борьба. Обязательно. Нет классов, нет политики. Вот не будет классов, будет политика. Была политика в первобытном общинном коммунизме? Скажите, пожалуйста. У нас, говорит, политика такая. Ловим мамонта. Сначала копаем большую яму и туда ставим бревно. Заостренное. И он туда впадает и умирает. умирает. И мы тогда его начинаем. То есть была политика в первобытном общинном коммунизме? Нет, не было там. 90 тысяч лет человечество прожило без политики и никто от этого не умер. Потом уже меньшее время пошло, начиная с рабовладения, появилась уже классовая борьба. Чтобы была классовая борьба, надо, чтобы были классы. А классы были не всегда. Они появились в период рабовладения. Потом они поменялись на классы уже феодального общества. Потом на классы буржуазного общества. И при социализме еще нет полного уничтожения классов. Только при полном коммунизме классов нет, не будет политической политики, политических партий. И не будет в этом смысле. Но государство само собой не будет, конечно. Потому что государство есть орган господствующего. Индивидуальности не будет. Индивидуальности не будут так же. Почему не будет? Индивидуальности не будут так же. Нет, почему? А с чем я буду вести себя не так, как все остальные? А смысл вы же общество? Общество. Только отношения между людьми может быть только потому, что они все разные. Это хоть и говорят иногда люди, которые вот, скажем, в учении о сущности, но вы можете прочитать все такое разное. разное это что-то дождейственное. Вот мы с вами разные люди. Чтобы мы были разными, мы должны быть люди. Вы человек и я человек. А если мы не люди, то мы не разные. Разные деревья бывают. То есть, они деревья. Разные цветы. То есть, на самом деле, можно запомнить это, можно вычислить у Гегеля в науке логики в том, второе, учение о сущности. Разные или различия есть различия тождественного. А тождество есть тождество различного. Мы с вами тождественные как люди. Могу я сказать? То, что я говорил, что мы разные люди, а теперь расскажу, что мы расовый человек, а я человек, мы тождественные как люди. Никаких других тождественных не бывает. А вот если я начну говорить бревно есть бревно, вы с этих лекций убежите. Ну, вот я, запишите, бревно это бревно, ёлка это ёлка, политика это политика. То есть, если мы начинаем приравнять равные, надо тоже повторять, это же такая отвердествляющая речь. То есть, отвердествляющая речь всегда это тождество различного. Всегда. Можете посмотреть для интереса в соответствующий раздел в науке логики Гегеля. Возвращаемся к Тамру Самму. Значит, политика это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Вот последнее очень важно. А для чего её тогда завоёвывать? Зачем её тогда удерживать, если её не использовать? А использовать её нужно в классовых интересах. Правильно? В этом смысл политики. Вы можете не заниматься политикой, я могу не заниматься политикой. Если мы не занимаемся политикой, политика занимается нами. Это что значит? Вас спросили, когда повышает налог? Нет. Вас спрашивали, когда устанавливали мрот. У нас мрот на каком уровне? Минимальная размер оплаты труда. А? 5 с лишним тысяч. Я слышу 7 тысяч 770 рублей. Ещё меньше, чем 7 тысяч. Да? 6 с кусочком. 6900. Да. Так. А теперь скажите мне, какой прожиточный минимум? Нет. Может быть, это есть про 7 тысяч? Не-не-не. Не надо путать. Минимальный размер оплаты труда это то, меньше чего нельзя платить. Если я вас нанял на работу, то я обязан платить не менее минимального размера оплаты труда. Вот кто платит меньше, их преследует. Теоретически преследует. А практически там медсёстрам платят надо 3 тысячи, 5 тысяч. Хотя мрот. Вот. Порядка семи. Так. А вот теперь вы понесите. Да, это минимальная размера оплаты. А прожиточный минимум? 4 тысячи ступень. Да ладно. Ну, вы очерняете нашу капиталистическую действительность? Больше. Конечно, больше. Прожиточный минимум. Вот мрот просто устанавливается государством. А прожиточный минимум утверждается правительством по итогам за очередного квартала. Вот закончится квартал. И после этого правительство утверждает прожиточный минимум за этот квартал, который прошёл. Это наводит меня и других на такого рода размышления, что, видимо, смотрят прожиточный минимум. Вот если меньше, сколько надо заплатить, чтобы не умирал человек? Это по итогам квартала видно. Вот если люди уже меньше этого уровня умирают, значит, прожиточный минимум надо побольше. А вот если они уже не умирают, вот это как раз и есть прожиточный минимум. Ну, а дальше уже лучше живут. Так вот у нас прожиточный минимум гораздо больше. 10 тысяч? Да. Нет, 9. Гораздо больше, чем мрод. А вот теперь объясните мне, какое политическое значение того, что мрод у нас меньше прожиточного минимума. Вот мы обещаем. Нет, мы обещаем. Политика это борьба, классу и борьба за завоевание, удержание, осуществление государственной власти. За что тогда будет? Вот что тогда какой результат будет этой такой политики? Как вы думаете? Я бы обещаю, что я могу больше заплатить, чем минимум. Нет, в общем-то обещают, ничего не обещают. Мрод меньше, чем прожиточный минимум. То есть вам платить могут и таких людей полтора миллиона, которые получают меньше прожиточного минимума. это что с этими людьми будет? А? Они работают на нескольких работах. Товарищ-то правильно говорит. Это уже второй вопрос. Если они хотят не умереть, пусть работают на нескольких работах и умрут они не от того, что они столько мало получают, а от работы умрут. От того, что они не отдыхают, от того, что они зарплату всю тратят на лекарство и так далее. А вы не заметили, что у нас начиная с 90-го года, начиная с 90-го года, значит, вот это обычное движение к роста рождаемости сменилось на движение убывания рождаемости. Заметили, нет? Смотрите по статистике. А движение по сокращению смертности сменилось на движение по росту креста. Это вот называется крест России, когда смертность превышает рождаемости. И вот в последнее время я должен честно и откровенно вам общить, что это сейчас на этом уровне рождаемости и смертность по стене. Поэтому, чтобы у нас население России возрастало, что нужно сделать? Ну, завозить всяких людей. Депардье приглашаем, этих приглашаем, из всяких республик приглашаем, больше людей соотечественных. Казалось бы, вдруг сообщили так радостно, что сейчас будет по-прежнему материнский капитал будет продолжать существовать, программа материнского капитала. Но тот, кто внимательно следит за этой программой, тот видит, что капитал не материнский. Где денежки-то лежат? В банке. Это капитал банка. А что матери получают? Ничего они не получают. Они никогда не получают эти деньги. Вот когда они могут заплатить за образование детей. 16 лет будут лежать эти деньги, давать колоссальные проценты тому банку, где он лежит, а потом вам заплатят. Они не свои заплатят. Проценты возьмут себе, а эти денежки, полученные от государства, эти коммерческие банки, заплатят за ваше образование. Или сумма эти деньги можно купить в какое-нибудь жилье? Можно внести. Сколько процентов жилья можно оплатить с помощью материнского капитала? Как вы думаете? На первый взнос хватит. Ну так вам первый взнос, вам что хотите, чтобы фундамент сразу ушло на фундамент и на этом все? у вас что, флаги вы делаете? Я не понимаю, что вы хотите делать? Материнский капитал. Что тут материнского то? Что вам делают? То есть этого хватает на 10% стоимости жилья. То есть у кого есть 90% суммы, там кому 10% это что-то дает. А если у меня только 70% суммы, так чем это дает? Ничего не дает, не построите ничего. Дескать, берите в долг. Вы представляете матерей с детьми, которым помогают, дескать, возведите, берите в долг. Ну вот какие были вы. И это еще вопрос в том, сколько это продлится, потому что может будет, может не будет. Сейчас уже какие-то суммы можно даже получать, действительно получить. Вот я раньше по простоте своей душевной, и потому что я экономист, кандидат экономический, к науку профессор, пока все экономики и право. Думаю, если это ваш капитал, идите кладите в банк, и проценты к вам пойдут. Если это ваш капитал, если я действительно политика такая, что я вам помогаю. Если политика такая, что я помогаю банкам, то я должен деньги, которые для вас отдать банкам. то благодаря проводимой сейчас политике обречены на гибель, а умирание постепенное. Не сразу же умрут, они так сначала пойдут плохо кушать, потом лекарства пойдут покупать. А лекарства сейчас пойдите купите, это 3000, это 2000. и чем беднее люди, тем больше у них болезней, тем больше денег нужно ухлопать на эти лекарства. Почему много аптек? Потому что так озаботились здоровьем или что это прибыльный бизнес сейчас? Прибыльный бизнес, на каждом углу есть аптек. Я прихожу недавно в аптеку и говорю дайте мне бинты. Бинтов нет, вату дайте, ваты нет. Я аптека называется первая помощь. По-моему у вас последняя помощь. Хотите я вам объясню почему у вас их нет? Потому что дешевые они. А вы себе загружаете свою аптеку дорогими, потому что у вас все от прибыли идет, от выручки. Зачем вам это идет? От кашля средства сказать, которые стоят гроши. Там какой-нибудь трава термопсиса. Вот это эффективное но дешевое зачем его покупать? там скажем если у вас что-то на коже спирт спирт на дешевых а спирт да 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 и так далее вот значит короче говоря вот мы с вами вот мы с вами наконец вырулили вот это понятие политики и мы должны эту политику разбирать а какому классу выгодно какому классу не выгодно это что это выгодно трудящимся рабочему классу выгодно такая политика когда вот некоторая часть трудящихся вообще выжить не может и принуждена к умиранию и никакой такой проблемы это нет это небольшие суммы а сейчас вообще вот думай сейчас будет решать по пять тысяч рублей дать пенсионеру это курам насмерть ну это же смешно ну это разве деньги там люди получают сколько получает средний депутат сейчас в Думе сейчас сообщили 50 миллионов в год да да 50 миллионов в средний средний некоторые миллиарды получает например сам молодой получает миллиарды у него там квартир много которую он сдаёт то есть ничего не делать сдаёт квартиру получает миллиард 2 миллиарда А в среднем 50 миллионов Вот эти люди, которые по 50 миллионов В год получают Они будут решать по 5 тысяч выделить в январе Причем даже и работающим Пенсионерам Шикарно По политикой Ну то есть вот мы с вами должны То есть как мы будем решать все проблемы Мы берем какой-то конфликт Не как индивидуальный Тогда не видно никакой политики А как это масштабы всей страны И применительно к классу в целом Вот метод, я вам это выдаю Секрет данного курса Мы будем с вами рассматривать это Не в индивидуальном порядке А применительно к целым классу Вот тогда будет у нас политический подход К тем же самым конфликтам Они тогда в другом свете представляются Так, ну что Я думаю, что сегодня мы освежили В памяти свои основные понятия Без которых мы не можем двигаться вперед Тем более, что вот определение политики Еще как Я выяснил, ну не всеми усвоено Нужно еще раз, так сказать, к этому вернуться И с этого мы начнем и пойдем дальше А ну нам надо добраться до социально-трудовых конфликтов И посмотреть на них с политической точки зрения Правильно? Вот у нас задача А чтобы на них посмотреть, ну надо выработать такое вот Ну с этой горы будем смотреть Давайте на гору зайдем и будем смотреть Потому что одно дело с Кавказа смотреть там на равнину А другое дело с равнины на гору Кавказа Давайте мы выберем точку отсчета И с этой точки будем смотреть Хорошо, спасибо за внимание Спасибо, Пьяков Спасибо 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 Продолжение следует...